Я нахожусь на высоте 1197. Эта высота господствует над долиной, в которой расположены осетинские села Тмениси, Кахати и Сарабук. Ниже расположено большое село с грузинским населением Эредви, которое, собственно, стало базой подготовки к вторжению, которое началось за несколько недель до 8 августа. Здесь был построен в короткие сроки с использованием инженерных машин новейшего образца. Очень грамотно построен укрепрайон, траншеи, блиндажи. Грузины выдвинули из села Эредви тяжелую бронетехнику и заняли эти высоты. И, пожалуйста, вот зона обстрела села Тмениси, Кухатый, Сарабуки. Эти удары были нанесены на ночь седьмого на восьмое августа. В ту ночь, когда была седьмого на восьмого, я был с своими сотрудниками на посту. Вот здесь и проезжали этот пост. Там бушка осталась. Вот недалеко от этой деревьи. Рядом у нас был заранее приготовленный блиндаж, чтобы, в ходу, укрыться как-нибудь. Где-то в один час они начали. То есть наши соседи. Начали стрелбу. Сперва из автоматов. Потом пошло и, наконец, открыли огонь из града. И всю ночь они палили вот по этой деревне. Вот что, напротив, ниже. И сюда. Вот этот мой дом. Посмотрите, в окна. Рядом ни одного снаряда не упало, ни одного стекла не осталось. Все развалилось. От волны. От ударной волны. От ударной волны. До шести утра они беспереривно стреляли из града. Беспереривно. Короче, залповым огнем. Нас попали большие пуля. И разрушили вот этот дом. Вот тот дом разрушили. Стенки. Окни не остались ни одна. Вот такие оскольки попал человеку и сразу умер. Откуда стреляли? С Редвилл. Далеко и Редвилл? Три-четыре километра. Ну, в шесть часов у нас тоже была рация. Мы слышим по рации, что пехота пошла вот так. Пехота вот с той горы, вот на этой, они пошли вот так, все. Все, все вместе. И по рации друг к другу говорят, открывайте по ним огонь. Чем больше мы стреляем, тем больше выходят они из деревьев. Танки, БТР и все. В полную дорогу шли грузины. И цели, наверное, километра были такой длинной, их не было. Такие много людей было. Военные, оружие. И потом где-то в 6.30 я своих, у нас было 4 человек в окопе. Я своих солдат увел из окопа. Своих сотрудников. Там другого выхода не было. Через 2-2 минуты уже они были в окопе в нашем. Я увел их и все. Они после этого зашли в деревню и сюда, и туда, везде. Вот в Астинский сел. И творили, что хотели. Ломали двери, окна. Там наверху сжигали несколько домов, сожжены там. Грабили, но все подряд. Потом, кто смог убежать, убежали. Взяли остальных, взяли заложники там. Вот с этой деревни несколько человек. Человек 8 или я не помню точно. Зашли, грузины сюда попали. Все люди гнали, как скоты, так. И доехали до леса. Как-то доехали. Если бы догнали нас, наверное, все убили бы. Смотри, вот с этой вершины они стреляли. Вот там стоял град, да? Нет, там были галбицы, а град стоял уже со стороны гури. А там галбицы? А здесь галбицы. Здесь дорога проходит, объездная дорога для них. Это в Кехе. Вот по этой дороге везде у них окопы, там блиндажи. И все, вот оттуда они палили всю ночь. Вот здесь еще дом, вот рядом здесь, тоже сгорел. Прямое попадание снаряда полностью разбит. Вместе с детьми они, в подвале они. В 3 месяца. И когда все началось, да, вы спустились в подвал? Две ночи они пробыли в подвале. Потом продолжили. Поддержались, а потом... Давай бежим сюда. Там у них стояли грузинские миротворцы. Вот по этой дороге. А, и они открывали, они открыли его. Миротворцы? Да, конечно, они стреляли. А кто же еще? Субтитры создавал DimaTorzok